Детская юношеская спортивная школа в Десногорске стала ареной 24-му турниру под дзюдо. Особый вид спорта, который воспитывает силу воли и формирует моральный дух, продолжает привлекать своих новых поклонников. Достойный уровень борьбы готовились показать молодые люди 2006-2010 годов рождения. Приветствовали бойцов почетные гости соревнований. Нам хочется пожелать вам всем хорошего настроения, удачи и пусть победит сильнейший. Среди гостей были также именитые спортсмены, призеры чемпионатов мира, мастера спорта и победители Олимпийских игр. Наставники сказали приветственное слово участникам соревнований и пожелали видеть честную борьбу. 16 весовых категорий были представлены ребятами из Республики Беларусь, Московской и Смоленской областей, в том числе и из Десногорска. Несмотря на грозность этого вида спорта, среди участников присутствовали две девочки, стремление к победе которых может быть примером для многих мальчишек. Из 120 участников призовые места заняли 64 спортсмена. Достойный результат у участников из Десногорска – 7 призовых мест. Было наиболее сложным, мне вторая складка, я ее проиграла, к сожалению. А понравилось мне, когда меня награждали. Какие-то планы на этот спорт? Зюдо – это вид спорта, который делает человека сильным и уверенным в себе. И, как правило, этот успех проявляется во всем – в учебе, работе, семье и обществе. Это самый лучший вид спорта для детей. Что такое борец? Гимнаст, футболист, хоккеист, лыжник – это все. Ну, то есть, это полностью развитие ребенка вообще в глобальном смысле. Слезы поражения сменялись радостью победы. Но главная схватка этих молодых спортсменов еще впереди. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok